Урок на зебре. Вместо учителя сотрудник дорожной полиции, вместо указки полосатый жезл. Ученикам 68-й общеобразовательной школы на практике показали, как правильно нужно переходить дорогу. Ликбез по ПДД в рамках акции «Безопасный маршрут движения». Участвуют в проекте городские школы, которые находятся в непосредственной близости от дороги. Уроки организуют для учеников младшего звена. Сейчас у светофора второклассники. Я узнала, что дорогу надо переходить по зеленому цвету, и когда ее переходишь, надо смотреть направо и налево. И не надо бежать по ней. Конечно, для ребят это не новые знания. Раз в месяц учителя начального звена рассказывают о правилах движения на классных часах. Но одно дело – урок в кабинете, а другое – инструктаж бравым офицерам, да еще и непосредственно у дороги. Здесь запоминается лучше. Я хожу одна, вот меня мама проводит до остановки, я сажусь, доезжаю, перехожу дорогу по сторонам, смотрю. Могут быть и оттуда машины, и оттуда. Я иногда смотрю и туда, и туда сразу. Ну, сначала сразу, потом дохожу и еще раз смотрю. Дети, понимающие, кивают и клятвенно обещают всегда соблюдать правила безопасного перехода. За 8 месяцев текущего года на территории областного центра произошло 48 ДТП с участием несовершеннолетних. 51 ребенок получил ранения. Из них 22 ДТП связанных как раз с переходом проезжей части детьми, где 23 получили ранения. По вине детей было совершено 6 ДТП. Эти 6 случаев – переход в неположенном месте. Дорожный полицейский объясняет, лучше пройти несколько метров влево или вправо до зебры, чем бежать через дорогу. При верном решении сохранить удастся то, что гораздо важнее времени – здоровья. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.